По месте Олвуд на Беверли-Хиллз будто создано для классической музыки, пропитанной эпохой Возрождения. Старинный дом для именитого виланчелиста Евгения Тонха стал идеальным местом для работы его камерного проекта К-17. Изначальная идея проекта была привозить самых прекрасных музыкантов в Лос-Анджелес, со всего мира, из Европы, Японии, Германии, Австрии, России. И поскольку изначальная идея камерного музицирования была в идее приводить концерты в небольших помещениях, мы как бы возвращаемся к корням. И вот последний концерт был как раз вот в этом доме, где по легенде жила Мерлин Монро, который принадлежал Шер, Тони Кертису. За плечами Евгения новые имена, Гнесенко, концерты по всему миру. Пять лет назад вместе с супругой, известным композитором Анной Друбич, он переехал в Лос-Анджелес и придумал проект, аналогов которому на фабрике грез практически нет. Здесь нет еще такой большой истории классической музыки, они это прекрасно знают. У них есть даже, ну не то что комплекс, но они говорят, вот да, ЭЛЭ это кино, Голливуд, все это прекрасно знают. А классическая музыка здесь только-только начинается. И поэтому практически любой проект, который предлагается, если он хороший, интересный, всегда найдутся какие-то люди, которые захотят в этом участвовать и помогать, и, так сказать, собираться. В этом, мне кажется, абсолютная уникальность Лос-Анджелеса. Интроверсия произведения Анны Друбич открывала новый сезон К-17. Успешная дочь именитых родителей, отец Анны, режиссер Сергей Соловьев, а мама актриса Татьяна Друбич. Работает в Голливуде уже много лет, пишет музыку для фильмов. Так сейчас тоже технологии построены, что в принципе не важно, где я нахожусь, потому что я пишу музыку у себя в студии, дальше ее отправляю, там могу записывать оркестр где-нибудь в Македонии, или там, или в Праге, или в Москве, или где-нибудь в любой точке мира, и потом это все я там свожу и отправляю тоже в любую точку мира. Ну, конечно, в Голливуде так как бы принято, что вроде как надо находиться, чтобы тебя знали, тебя видели, что ты как бы жив еще. До переезда в США они жили в Берлине, учились и работали. Но, как говорит Евгений, сделать что-то свое в Америке гораздо проще. В Берлине организовать концерт, вот с момента, когда ты посылаешь первый имейл каким-то партнерам, до момента, когда этот концерт состоится, может пройти 3-4 месяца. Здесь это занимает 3-4 недели. То есть здесь все вот так, здесь люди очень открыты, здесь люди совершенно не боятся экспериментов и совершенно не боятся ничего нового. В их семье не любят слово эмиграция, ведь музыканты, они как художники, свободны. Свои переезды они списывают на творческий поиск, а про утечку мозгов говорят так. Я бы назвал это перетечкой мозгов из одного места в другое, потом они перетекают обратно. Просто сейчас, насколько я знаю, в России, как и всегда, непростые времена. В общем-то, понимаете, поэтому, конечно, если мозги откуда-то утекают, наверное, это не очень хорошо. Наверное, есть какие-то для этого причины. Наверное, люди уезжают просто для того, чтобы как-то лучше устроиться, себя лучше обеспечить. Публика на концертах проекта К-17 – это те люди, которые любят закрытые вечера с бокалом дорогого вина, без папарацци, от которых многие уже устали. Следующий концерт Евгения Тонха планируют провести уже в январе будущего года в одном из поместьй Лос-Анджелеса. Благо, таких камерных мест в районе Беверли-Хиллс предостаточно. Ангелина Богдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...